Доброго времени суток, уважаемые любители автомобильного контента! Сегодня у меня неожиданный экземпляр, это Чинган Алсвин Или Алсвин, кому как удобно Не думал я, что когда-нибудь буду тестировать этот автомобиль, но Волею случая он оказался в моих руках Прошу прощения за то, что он грязный Я буквально вот импровизированно взял в руки телефон И решил вам рассказать о том, что же я думаю об этом автомобиле Спустя чуть больше недели пользования С точки зрения дизайна, конечно, обсуждать нечего Ну то есть обычный автомобиль, бюджетный Как бы требовать и ждать чего-то от него нет смысла Хотя почему бы и нет, да? Можно и немножко улучшить, так скажем Хотя бы пропорции, потому что основная претензия у меня к пропорциям Это супер маленькие колеса Хотя все, то что мы видим, это присуще данному классу Сразу могу отметить передние фары Светят они не очень хорошо У нас, кстати, есть люк Сейчас я сяду в салон, чтобы мой голос был лучше слышен Итак, попали мы внутрь салона Видим дисплей Он у нас сенсорный Также у нас есть климат-контроль Нет, естественно, подогрева в сидении Коробка у нас 5-ступенчатый робот Двигатель 1.5 Атмосферный На 98 лошадиных сил Мне кажется, это впервые С момента, когда у меня была двенашка Я езжу на таком слабомощном моторе И знаете, что я хочу сказать? Он вполне себе в городе неплохо едет Очень экономный, безумно экономный Не знаю, расход там в районе 6 литров Заливать можно 92-й бензин И просто ездить бесконечно На 2000 рублей вы просто проедете Мне кажется Все, что только возможно Опять же Небольшой обзор Мультимедиа Достаточно неплохая То есть, ну, все как бы понятно Блютус музыка и прочее Музыка здесь Вот я по порядку буду прыгать К тому, к чему прихожу От того, к чему Короче, музыка здесь Самая худшая В жизни Которую я когда-либо слышал Это просто Я не знаю У меня настолько подгорало от этого Что Ну, ребята Ну, вставьте вы просто Хотя бы какую-то музыку Здесь она играет хуже, чем телефон Вот Без шуток У кого когда-либо Если был AllSwin или AllSwin Вы поймете, о чем я говорю У нас есть мультируль Такая функция Прикольная Здесь вот я вижу Есть Можно, видимо, лимит поставить Или выставить Круиз-контроль Ну, типа Я пользуюсь кнопками Только переключения треков В остальном Я не пользуюсь Далее Управление зеркалами У нас такие воздуховоды Тоже выглядят Ну, неплохо Руль полностью Какой-то пластмассовый То есть Хват Очень жесткий Типа Прям Аж руки иногда Когда болят Стандартный Стандартный блок управления Электростеклоподъемниками Ручка открывания Такая достаточно массивная Хорошая карта дверей У нас везде Грубый пластик Здесь у нас Вставка из кожзама Люк Задний ряд Не могу сказать Сколько там места Но Вроде нормально Как бы Подразумевается то Что это Такой класс Сиденье заднее У нас не складывается Багажник Достаточно объемный Едет автомобиль Неплохо Резюмируя За свою цену Я посмотрел Я посмотрел сейчас На авито Они Начинаются От миллион сто Но не знаю Насколько это Правдоподобный Ценник И там Средняя по рынку Наверное полтора Один и шесть Вот что-то такое Управляется И едет Он неплохо Как я сказал В городе То есть Там буквально Три-четыре дня И вы уже привыкаете И Ну кстати И скорость Меня его устраивает То есть Он может нормально ехать В городе Можно нормально ехать Если у вас есть бюджет Там Один и три Один и четыре Миллиона Не знаю Новый автомобиль Чтобы Выполнять Определенные задачи Да Мы не хотим Как бы Если мы не хотим Строить из себя Того Кем не являемся А есть Определенный бюджет То Этот автомобиль Вполне себе Неплохой оказался Я считаю Что Интересно Рассказывать Про такие Тачки Потому что Немногие люди Могут себе Позволить Купить Автомобиль С большим Бюджетом И Немногим Это нужно Поэтому Друзья Постарался Вот Хотя бы Так Объяснить Описать Кратко Обзор На Чинган Алсвин Всем хорошего Дня Удачи И пока